Пожалуйста, фокусируйтесь, у нас будет еще один час и десять минут, и на затылочек. Спасибо, Владимир, за этот год. Спасибо, Мария, за то, что сменила. Еще одна вещь к первому глазу. Последний вопрос. Че Цонгкапа описывает ситуацию, в которой мы находимся. Он описывает три страдания. И это появляется в молитве, которую вы читали наверняка, когда делали из первой ЕСИА. И если, например, вы медитируете, я каждое утро прохожусь через эту молитву, когда делаю свою медитацию. Не обязательно принимать все, что в этой молитве, но просто подумайте одно. Когда вы понимаете отречение, вы осознаете, что в какой-то период времени каждое живое существо было вашей матерью. И учитывая бесконечность вашего сознания, наверняка так должно быть. Бесконечность – это очень большое вещь. Поэтому каждое существо вокруг вас было вашей матерью бесконечное количество раз. И если они не достигли состояния воскресения, они в этом море страданий, как в реке боли. и они обвязаны, захвачены своими собственными прошлыми поступками, которые очень тяжело раскрыть, отменить. Река символизирует вот эти люди – рождаться, болеть, умирать. И вдобавок к этой цепи они в железной и стальной клетке. Цепление за себя, которое даже не существует. И в этой реке, обхвачено этими цеплями, в стальной клетке, там еще полная темнота, как в полночь, что символизирует неведение, непонимание, откуда происходят вещи. И вот эта картинка символизирует ситуацию, в которой вы находитесь, если бы человек. и вы не понимаете сильно. Так, а сейчас класс второй. В системе буддизма есть три различные виды обедов. Они также относятся к трём различным видам морали. И источник этих объяснений снова от Джен Сан Капы, который после глубокой медитации, где он находился, как выражается, Геше Майкл, как будто бы в трипе ЛСД в месяц примерно. Он видел напрямую всех лам, линии передачи. И он осознал, что даже когда ты понимаешь печенье, и вы получаете этот желание стать существом, которое может помочь всем остальным существам стать свободой. Но если вы не трудитесь тяжело, чтобы хранить эти три вида морали, о которых мы с вами сейчас поговорим, то тогда невозможно достичь этой цели. Поэтому вы должны осознать, что вы не можете достигнуть цели, если вы не приложите гневные, сильные усилия. И часть этих усилий должна быть то, что вы спрашиваете своего ламу, чтобы он помог вам хранить обеды. Вопросы? И снова, еще раз, важно понимать в ситуации, в которой вы находитесь. Важно развить желание просветления. И тогда вам нужно принять и хранить эти обеды. На три вида морали, первое называется нечу дом пай цукрим, первое называется нечу дом пай цукрим, это выдержание от плохих поступков. Это то, как мы обычно думаем о нравственности или морали. Обычно, когда мы говорим о нравственности, то мы думаем о людях, которые несчастны и ухожены. Вот, как мы думаем о том, что мы думаем о нравственности. Пожалуйста, в следующий раз не проводите самого детей. Самая большая проблема в этом, что они видят самих себя беспокоящими других людей, и в будущем им будет очень тяжело медитировать, потому что все, что мы делаем, записывается. И вы не оказываете им, не делаете им ничего хорошего, когда вы им позволяете беспокоить других. Даже не важно, есть у них такое намерение или они не осознают. Потом они позже садятся медитировать и годами ничего не происходит. И, как говорил Геша Майкл много раз, когда мы проводим такие классы, пожалуйста, лучше не живайте с ними, потому что проблема для них больше. Итак, нравственность, избежание от плохих поступков. Помните ли вы, что такое определение кармы? Это движение сознания. Помните ли вы, что такое определение кармы? Помните ли вы, что такое определение кармы? Так быстро! Так быстро! Я не думаю, что мы хотим уйти спить. Надо пежурную яму пусть будет. И на два этапа возиться. Так, определение хорошей кармы. Сказали, да? А какой был, опять, или нехорошей, или тумакой кармы? Это вещь, которую вы делаете. Это движение вашего сознания. Семя, которое вы сажаете. Вы ощущаете себя несчастными, потому что вам не разрешено делать определенные вещи. Например, вы хотите есть сахар. И, например, вот вы когда растете, кто-то вам говорит, не-не-не, теперь сладкое не было. Какие ваши чувства? Плюс страх. Кто-то говорит мне, что есть что-то хорошее, и мне нельзя это делать. Выглядит так, что сладкое приносит вам счастье, и это хорошая вещь для вас. Именно поэтому вы выглядите сахар. И кто-то вам говорит, нет. И тогда вы несчастны. Так это выглядит. И код растет все равно с чем-то похож. Если люди вам говорят, не лгать или не красть, и вы думаете, что это как раз то, что может сделать вас счастливыми. А, например, вы думаете, насколько плоха могла быть небольшая ложь на встрече по бизнесу? Вы думаете, что, возможно, ложь приводит вас к счастью. Но вы понимаете, что если вы понимаете пустоту и семена, то вы знаете, что это вообще-то неправда. Поэтому первая нравственность, что называется бездержанием от совершения плохих поступков, и это означает, что это означает пообещать не причинять бед самому себе. И это причина, по которой стоит быть морально. Перестань причинять бед самому себе. Это выглядит так, что когда вы получаете какой-то код поведения, что как будто бы вы связаны по рукам ногам. Но на самом деле совершенно противоположное является правдой. Если вы перестанете делать вещи, которые причиняют вам бед, и если семена – это причина нашего мира, тогда вы станете очень счастливыми. Понятно? Поэтому пересмотрите то, как вы смотрите на нравственность. И самый известный список этих видов нравственности – это десять недобродетельных поступков. Недобродетельных. Что есть убийство или неубийство. Или кража или противоположное уважение чужой собственности. Сексуальная нечистота или наоборот сексуальная чистота. Лгать или говорить правду. Разделяющая речь. Или говорить так, чтобы приводить людей вместе с водителями. Грубая речь. Или говорить мягко и ласково с людьми. Пустословие. Или говорить только важные слова. И затем три последних относятся к уму. Это быть счастливым, когда кто-то страдает. Или чувствовать сострадание. Это было двятое, сейчас номер восемь. Завидовать, когда кто-то получает то, что он хочет. То есть быть несчастным, когда кто-то получил то, что он хочет. И противоположное – это радовать тому, когда кто-то получает то, что они хотят. И десятое – это неправильное мировоззрение. Или противоположное – это мудрость, понимание того, откуда происходят вещи все вещи. Десятое – это самое худшее. Почему? Если у вас есть десятое, тогда вы совершаете все остальные девять. Если вы не понимаете, откуда происходят вещи, то естественным образом вы будете совершать остальные девять. Если вы понимаете, что все происходит из ментальных семян, тогда это просто невозможно для вас совершать остальные девять. Потому что было бы сумасшествие. Хорошо? Хорошо. Второй тип нравственности. Второй тип нравственности. Один шаг назад. Один шаг назад. Один шаг назад. называется «обеды свободы» или «прати мукша» ваз. Некоторые из вас приняли обеды свободы. Есть восемь различных видов обеда свободы. Первое. Первое. Это «обеды монахов» или «обеды свободы». Это обеды монахов. Это обеды монахов. Перед тем, как вы становитесь монахом, вы принимаете эти обеды монахов-новичков. Их тридцать шесть. И в них описывается ваше намерение стать монахом. После того, как вы их храните, я думаю, что год, и вы уже носите робы, тогда вы можете принять полное посвящение. Это 253 обеды. Это также обеды свободы. Итак, у нас есть новичок монах и полный монах. Новичок монахиня и полная монахиня. И для монахиня у них даже есть промежуточный уровень. Он называется «обеды промежуточные обеды монахини». Так, сейчас у нас пять уже есть. Потом у нас есть пожизненные обеды мирянина. Пожизненные обеды мирянина. Там были мужчины, теперь мирянин и женщины. Это те же самые обеды, которые потом принимают мужчина или женщина. И есть еще обеды одновременные обеды. И есть еще обеды одновременные обеды. Где-то в целом, в общем-то, говорит, я буду жить как монах или монах, я не забил. И вот эти восемь видов обедов есть. Называются обеды свободы или кратимокши. Это первый уровень наобственности обедов. Для того, чтобы принять обеды бодхисатты, самое лучшее, что можно сделать, это сначала принять одни из этих восьми обедов свободы. Это не обязательное требование, но это рекомендация. Вы можете также принять обеды бодхисатты, если вы наблюдаете свои десять добродетельных или нет. Хорошо. Это первый уровень наобственности. и простой Hosni還是方. То есть есть второй уровень нравственности в морали. Гебаль, как отчиняться слов напомню в боль愈. Это основанность накапления добродетели. Это нравственности накапления добродетели. И это основанность накапления добродетели. Это определяется как действие, которое вы должны делать для того, чтобы превратиться в просветленное существо. Для этого требуется огромное количество кармы, или кармической энергии из хороших семян, стать бутой. И эти действия по накоплению этой хорошей энергии называются шесть совершенств. Просто мы уже говорили про шесть совершенств ранее, помните их? Не злиться, когда приходит ваша крепость. Номер четыре. Радостное усилие. Совершенство радостного усилия. Помните ключевое, что было ключевое, ключевое вещею? Медитация. Это не должна быть тяжелая физическая работа, но как бы больше всех. Ну, вы должны быть, я не знаю, какой-то слишком тяжелой работой. Но не трилит. Я бы сказал. Незаг Palm Springs. Означает ли это, что нужно больше работать или меньше работать? Это нельзя. Что же это означает? Что же это означает? С хорошим настроением делать. У меня очень правильные мотивации. Быть счастливым. быть счастливым радоваться хорошим вещам, которые вы делаете номер пять совершенство концентрации или медитации и номер шесть совершенство мудрости первые четыре вообще-то первые три называются метод 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 и совершение этих поступков приводит к созданию тела последние два пятый и шестой называются поступки мудрости это накопление поступков, которые создают ум мудрости это накопление поступков, которые создают ум мудрости радостное усилие оно необходимое для того, чтобы создать тело будды и ментальное ум Будды и этот вид растенности это не тот вид растенности, о котором мы обычно думаем correct? да обычно нравственность относится к тому, что не делать обычно нравственность относится к тому, что не делать то, как мы думаем по обычным способам но здесь у нас есть код поведения шесть типов кода поведения где мы накапливаем хорошие поступки которые приводят к тому, к нашей способности стать другим будущим и это все второй уровень нравственности и третий уровень нравственности и третий уровень нравственности относится к совершению первых двух с мотивацией помочь всем живым существам Это называется Семчен Донья Ки ЦУРТРИМ Семчен Донья Ки ЦУРТРИМ Активные первые два типов моралития с тем, чтобы помочь всех женщин Вы делаете первые два типы? Итак, по поводу трех типов обедов Мы обсудили уже первый тип обедов Это были вот те восемь обедов свободы Второе это обеды Бодхисадхи С намерением помочь другим и заботиться о других С желанием помогать другим и заботиться Третий уровень обедов Это тантрические обеды Которые вы не слышите до того, как вы их примите То есть их нельзя изучить до того, как вы их примите И они как духовная атомная волна Они очень мощные Они очень мощные И они сфокусированы на том, чтобы достичь посвятления в эргейшестве Поэтому ваш уровень отречения должен быть очень высоким Ваш уровень бодричитты должен быть очень высок Потому что вы чувствуете, что времени больше нет, все надо делать уже это сейчас. Вопрос. А вот эти обеты каждый человек там разные изучает или они общие для всех даются обеты? Или там лично? Они одни и те же. Они одни и те же. Вообще это значит секрет. Поэтому о них нельзя говорить. Йога в буддистской системе это секретная практика. В целом для того, чтобы защитить студентов. Если ваше понимание недостаточно хорошо, или вы не созрели, вы не готовы. Как бы вы это ни называли. И вы слышите вот эти обеты или практики. И вы их, например, отвергаете. Когда вы сажаете очень плохое, сильное семя в своем сознании. Поэтому очень много практик секретные. В целом для того, чтобы защитить студентов. И есть очень сильное. Есть очень сильное. В общем-то, поскольку они секретные, я об этом очень люблю. Восемнадцать курсов. И тогда решают, где идешь или нет, или нет. Ну и все. В целом да. В этой линии именно так. Итак, одна вещь, которую я тоже нужно сделать. Я не могу сказать это, но... Когда вы в этом классе. Это не означает, что вы обязаны принимать эти обеты. Никто не может... Вы можете слушать занятия, слушать и изучать обеты. Это очень здорово, если люди хотят принимать обеты. Мы проведем церемонию. И я знаю, что некоторые люди уже меня заранее спрашивают, что они хотят принимать обеты. Но вы не обязаны. Просто для записи, чтобы вы понимаете. И сейчас возникает вопрос, какие же преимущества от принятия этих обетов. Почему вообще? Зачем их вообще принимать? И Кеша Майкл рассказывает историю, что он встретил одного монгольского монаха. И они ему объяснили все, что ты делаешь в твоей жизни. Например, если ты решаешь, что ты делаешь в твоей жизни. Например, ты решаешь, что ты делаешь в твоей жизни. Или... В общем, все что угодно. Это становится намного сильнее, если вы делаете это обещанием или четким заявлением, что вы не будете делать этого в будущем. Семя становится сильнее в таком случае. По сравнению с тем, что вы это будете делать или не будете делать все в любом случае. То есть, если вы делаете это обещание, Это то, что я означаю, это обеты. И затем храните эти обеты, это обещание. Или не храните. Это одно из преимуществ. Просто тот факт, что вы даете обещание, Делает энергию этого семени намного сильнее. Даже если бы вы, например, делали те же самые вещи в любом случае все равно. Обещание. Обещание. Принятие этого обещания делает это всем еще сильнее. И поскольку вы принимаете обеты от кого-то другого человека, То даже этот простой процесс принятия обеты от другого человека, Делает ваши чувства стыда сильнее. В определенные моменты я вспоминаю ее и говорю, Не-не-не, я это не буду делать. Потом, когда ей позиновали, то меня ушли. То есть, действительно, это просто факт, Что вы обещаете кому-то еще, Тот, кого вы уважаете. И что вы понимаете, что вы обещаете, Ваше обещание, что вы, если совершите что-то такое, Вы им об этом расскажете, И делает вас сильнее. Поэтому это ясное преимущество. Если бы вы не приняли обеты, У вас нет этой помощи. Вторая причина, по которой они полезны, Вторая причина, по которой это хорошо. Во время церемонии принятия обета, Хотя бы в какой-то момент этого времени У вас должна быть мотивация Желание помочь другим. Говорят, что во время церемонии Тот, кто дает обеты, Он что-то говорит. Тот, кто принимает обеты, Он повторяет три раза. В конце вот так вот шли бок, попок. И говорят, что в этот момент обеты формируются вокруг вас. Есть несколько объяснений, которые технически не совсем верны, но очень полезны. Это как будто бы у вас такое пальто вокруг вас образовывается. И если во время церемонии у вас нет мотивации помочь другим, Тогда обеты таким образом вокруг вас не формируются. Это значит, что вы все произнесли, все слова, пальцы щелкнули, Но они не были созданы для вас. Что также означает, что если вы не принимаете обеты, то вы никогда не можете прийти к этой стадии. Если у вас чистая мотивация и вы принимаете их, Это очень-очень мощная стадия. Поэтому первые уровни обеты свободы Они действуют только в течение одной жизни. Например, если вы монах, например, и вы умираете, То в тот момент, когда вы умираете, вы перестаете быть монахом. Обеты бодхисаттвы и тантрические обеты Они передаются жизнь в жизнь. Поэтому, когда вы принимаете обеты бодхисаттвы и многие из моих друзей, Через какое-то время на самом деле осознаешь, что ты наверняка уже понимал ранее, не первый раз это понимал. И начинаешь понимать многие вещи из своего детства. Потому что эти обеты не передаются даже в следующую жизнь, когда умираешь. Номер три. Третья причина, почему хорошо принять эти обеты. Третья причина, почему хорошо принять эти обеты. Они восстанавливаемые. Нужно восстанавливать. Поэтому даже когда вы нарушаете их, Есть пути, как их восстановить. И мы обсудим подробно в следующих последствиях. Но номер четыре. Если вы внимательны. И у вас есть два первых качества. Вам не нужно будет восстанавливать их. Потому что вы не собираетесь прогулать. И так сейчас по обеты в обетах в обетах в обетах в обетах в обетах. Есть два вида. И если вы были внимательны, то вы уже знаете каких два вида обетов в обетах в обетах. Вы помните? Точно. Коренные и вторичные. Первый уровень это 18 коренных обетов. Который называется в тибетском ЦАТУН. И затем 46 вторичных обетов. Который называется НИЕДЖЕ. И это один из вопросов в домашней работе. Они спрашивают почему они более чем, их больше чем. двух видов. Это вопрос. Это вопрос. Потому что вы должны соприкоснуться с тем, что это очень человеческое упражнение также. Идийские мастера развили два вида обетов. Коренные и вторичные. И затем через века появлялись люди, которые что-то новое начали придумывать. Эзотерика всегда была очень хорошей индустрией. Поэтому люди придумывали больше обетов. И добавили больше обетов. И Геша рассказал, что даже во времена, когда он изучал, когда в мастере появлялись новые идеи. Поэтому один из таких очень драгоценных фактов. Для меня лично это то, что это очень аутентичная линия передач. Ничего не добавлено. Ничего не оставлено. И поэтому выглядит как будто бы странно маленький вопрос. Больше ли двух или нет вопросов. Это просто еще один индикатор того, насколько чиста эта линия передачи. Потому что есть дитата, в которой говорится нет. Их всего только два вида обетов. Коренные и вторичные. Об этом говорят авторитетные описания. И мы подходим к последнему вопросу, что вы прошу. И этот вопрос важный. Третий уровень морали. Есть разница между этими тремя уровнями нравственности. Первый уровень морали. Помните, например, вот эти восемь видов обетов. Обеты монаха тоже секретные. Они их слышат первый раз, когда принимают монашество. Но один пример приводит в описание, что монаху не разрешено хранить одежду. И из этого он должен сделать свои ропы. Если у него по какой-то причине он получит больше тканей или одежды. Или он не может из этого сделать сперопу. Он должен отдать. Если вы знаете, что вы не можете из этого сделать ропу сразу, то отдавайте сразу. Я верю, что это не из книжки. Но я верю, что вы не сможете иметь еду, который длится долго и полдня. Что вынуждает вас к бедности. Быть зависимым от других постоянно. И это вот такие обеты принимаются. А теперь предположим, монах также принимает обеты под хисаттвами. Как водхисаттва, вы обещаете, что вы будете делать все, чтобы помочь всем остальным существам. Как мы в писании приводим пример, где монах получает целое хранилище тканей. Что делать? Что делать? Согласно его монашеским обетам, ему нужно это отдать. Он не может пройти. Потому что явно это больше, чем две руки. То, что он не собирается использовать это в следующих 48 часов. И обет очень строго, нет никакой неопределенности. В обетах очень четко говорится, нужно отдать. В системе бодхисаттва говорит, если вы можете использовать эту одежду, вы обязаны хранить ее, даже если вы сможете использовать это только через год. И это один из примеров, где эти уровни нравственности находятся в некотором противоречии. Видите? И это очень важно соприкоснуться с этой идеей. Теперь правило состоит в том, что вы всегда должны стремиться следовать своему высшему уровню нравственности. И когда вы это делаете, вы не только не нарушаете свои низшие обетности. Обет — не врать. При этом меня спрашивают что-то, я знаю, что если я скажу свою правду, я человека обижу. Кто-то спрашивает что? Что-то меня спрашивает. Я знаю, что если я искренний ответ, я его обижу. И я знаю, что если я скажу ему правду, я его обижу. Да? То есть у меня мотивация... Сложно здесь совпадать со своей искренней мотивацией, да? Я боюсь негатива с его стороны, да? Я имею в виду конфликт опять же. Вроде выше мотивация того, что я забочусь о нем. Да? Но боишься его обидеть или... Я имею в виду, я по-хорошему записываю себя в минус. По правде. Сказал неправду, но где-то там в плюс, в заботе, там могу вписать, что я человека защищаю. Да. То есть он говорит, что иногда из-за конфликта... Скажи, если я не правильно привожу. Иногда из-за конфликта я могу... Сказать что-то не правда. Да. Или в порядке. Потому что со початком публикские тоже значимы. Да. Это определение права. Да. 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 И возможно это конфликт такой же и выше уровня. Да. 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 Вы можете попробовать, но вы всегда знаете, о чём вы думаете. Второе. Большинство времени нет борьбы. Третье. Когда есть борьба, в зависимости от того, где находится ваша ум или сознание, вы сажаете ментальные семена, и результат к вам согласно этому не придёт. Если вы с чистым намерением хотите помочь кому-то, вы будете в будущем встречать людей, которые с таким же чистым намерением хотят помочь. Если вы лжёте кому-то, вы будете встречать людей, которые не говорят нам правду. И в любом случае нет никакого белого и чёрного, просто всё к вам возвращается. Это борьба, когда вы боретесь за то, чтобы сделать правильный поступок совершить. Это очень сильное и хорошее семя. И в конечном итоге вы должны сделать то, что вы должны сделать. И помните своё намерение и своё мотивацию всегда, когда вы возвращаетесь. Одно из практик от Хисап, в комментариях я прочитал, я прочитал такую вещь одного из лама. Он говорит, в любом случае, в самом тяжёлом случае, отстаивая истину. И это отвернётся для тебя, Петром? В любом случае, как бы не тяжело, приходится говорить правду, для того, чтобы себе и не навязать. Я боюсь, что истинно имеется в виду как раз пустотность в данном моменте, а не правда, что кто-то толстый, а не хочет это слышать. Поэтому нет панацеев на записи своей точки зрения, это субъективная правда, а истина, то, что всё пустотно. Когда мы говорили с тобой, у вас абсолютно и осознительная истинность. Мы сейчас поймём всё, кто выкажет. Я думал, что комментарий вашего лампа был про пустотность, а не про правду в своём понимании. Когда вы видите, и на этом примере, когда вы говорите, что нельзя по-моему искать какую-то правду, у нас были диваны по этому поводу, кажется. Согласно буддистской логике, аргумент, который вы кому-то приводите, и человек не может принять этот аргумент, он неправильный, даже если технически неправильный. Это помогает в той ситуации, когда вы говорите что-то правдивое, технически верное, но это никак не поможет. И вы должны бороться в своём сознании, пока вы сами почувствуете, что это чисто и правдивое. И для меня это одно из преимуществ того, чтобы быть близким к своим учителям, это то, чтобы видеть, что они несовершенны, но видеть их борьбу. Вот это реальная вещь тогда появляется в любовь. С Кишем Альтером, потому что он неправильный, он неправильный, но потом появляются другие люди. И я никогда не говорю, что Наташа несовершенна, но ваши занятия йоги, это лучшие из тех, которые я видел в мире. Потому что ваше сердце в правильном месте находится. Здесь есть борьба, прежанность, вот такая вот сила, я люблю это. Последний вопрос о домашней работе, и мы закончим. Че Цунгкапа комментирует к идее, того, что практикующие секретного пути в Тантре не должны следовать другим всем остальным адресам. Это, например, идея того, что «О, ты тантрикан». «Тебе не нужно следовать старым скучным обетам нравственности». И он комментирует вот к этой идее в списании. Эта идея, она как град на большом, прекрасном поле зерна, ваших хороших поступков. И когда у вас появляется эта идея, это убивает все ваши хорошие поступки. Это абсолютно сумасшествие. И Геша Майкл говорит, если вы хотите быть уверены, что люди станут несчастными и никогда не будут счастливы в своей жизни, вы им должны вот это сказать. Что им не нужно следовать за обычной нравственности. Потому что потом как суд, вы достигнете высшего процесса. Это все совершенно неверно. Если нет вопросов, мы заканчиваем немного заранее, но возможно все равно в любви, когда мы выйдем. Я думаю, что мы встретимся в четверг в следующем веке. Но мы немножко изменим расписание, потому что относим к следующему Гадам, когда паспорт. Да, 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 да. Заряна сообщает вам нескольку. Спасибо, Тарианна, за организацию. Всем спасибо за то, что вы так сфортированы. Спасибо за внимание. Звучит музыка. 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 Звучит музыка.